Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 28 августа, вторник. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Еще одного израильского заложника удалось вернуть из плена. 19-летний боец бригады Нахал погиб возле Рафиеха. Сегодня ночью Цахал продолжил наносить удары по целям в Газе. Палестинцы сообщают о множестве жертв. Истребители F-16 вступили в бой в небе над Украиной. Иран намекнул на готовность к переговорам по ядерной программе. Вчера в Рамле неизвестный бросил гранату в кафе «Мороженое», ранены 6 человек. 70-летняя жительница Омской области назвала Путина Пукиным и получила за это срок. В Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. Еще одного израильского заложника удалось вернуть из сектора Газа. Вчера, 27 августа, израильские военные вернули из сектора Газа заложника. Это 52-летний Каид Фархан Аль-Кади из бедуинского города Рахат. Аль-Кади, отец 11 детей работал сторожем на упаковочной фабрике в Кибуце и Эмаген. Он был похищен боевиками Хамаса 7 октября, его удерживали в районе Рафеха. Он провел в плену 326 дней. Каид Фархан Аль-Кади был спасен в ходе совместной операции армии Шабака на юге сектора Газа. В его спасении принимали участие бойцы спецподразделения Шаетет-13, военного спецназа Ихолом и 401 бригады. 19-летний боец бригады Нахал погиб на юге Газы. Разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего. Сегодня утром армия обороны Израиля назвала его имя старший сержант Амит Фридман 19 лет и Зор Ягуды. Он был бойцом 932 батальона бригады Нахал. Пал смертью храбрых на юге сектора Газы. Обстоятельства гибели военнослужащего пока неизвестны. Отметим, что ранее пресс-служба армии сообщила об активных боевых действиях в районе Рафеха и Ханюниса на юге Анклава. 25 августа в том же районе погиб 36-летний старшина запаса Шлома Йонатан Хазут из Аждода. В армии тогда сообщили, что террористы, которые скрывались в туннеле, привели в действие взрывное устройство. Еще несколько бойцов, в числе которых командир роты, получили тяжелые ранения. Всего в операции «Железные мечи» начиная с 7 октября 2023 года пали смертью храбрых 703 израильских воина, 339 из них, с начала наземной операции в секторе Газы. Вечная память героям. Сегодня ночью Цахал продолжил наносить удары по целям в Газе. Палестинцы сообщают о множестве жертв. В ночь на 28 августа армия обороны Израиля продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в секторе. Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий выше, чем прошлой ночью. Источники в Газе сообщили, что в Нусерате в результате авиаудара погиб журналист Мухаммад Абу-Раба. Истребители F-16 вступили в бой в небе над Украиной. Предоставленные западными партнерами истребители F-16 участвовали в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине 26 августа и уничтожали ракеты и дроны противника. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа. F-16 дали очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного. И нужно еще тренировать пилотов. Иран намекнул на готовность к переговорам по ядерной программе. Аэтала Али Хаминеи разрешил контактировать с врагом, но призвал к бдительности. Верховный лидер Ирана Аэтала Али Хаминеи обратился во вторник 27 августа к новому правительству и указал, что нет никаких преград для переговоров с врагом по определенным аспектам. Вместе с тем Аэтала предупредил, что ни в чем нельзя верить врагу. Эксперты расценили слова Аэталы как выражение готовности к обсуждению с Западом ядерной программы, так как в 2015 году он выступил с аналогичным посланием, после которого была заключена сделка между Тегераном и шестью государствами. Исламская республика согласилась на международный контроль за своими ядерными объектами и сокращение производства урана в обмен на отмену ряда санкций. Вчера в Рамле неизвестный бросил гранату в кафе «Мороженое», ранены 6 человек. В Рамле неизвестный бросил гранату в кафе «Мороженое» на улице Герцель. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что с места происшествия в больницу были доставлены 6 человек, состояние одного из раненых средней тяжести, остальные ранены легко. На месте происшествия работает полицейский сапер, ведется опрос свидетелей. Начато расследование и розыск преступника. Полиция также сообщает о стрельбе в Батями на улице Бен-Гурион. Один человек серьезно ранен, его эвакуировали в больницу. Следователи и криминалисты собирают улики и информацию об обстоятельствах инцидента. Подоплека происшествия криминальное, сообщает пресс-служба ведомства. 70-летняя жительница Омской области назвала Путина Пукиным и получила за это срок. Суд в Омской области приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко за антивоенные комментарии в одноклассниках. В одном из них в частности была такая фраза, «Уже давно всем известно, что Пукин натворился своей недоармией в Украине». Эксперт счел, что это негативно оценивает образ президента. Гордиенко признали виновной в повторной дискредитации армии. Прокуратура потребовала для 70-летней женщины два года колонии общего режима. В Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. Ночью 38-летний злоумышленник пробрался в квартиру в римском районе Прати. В поисках ценностей он наткнулся на роман Джованни Ночи Боги в 6, Илиада в час аперитива, стал его листать и так увлекся, что не услышал, как проснулся хозяин квартиры. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает. Опомнившись, тот попытался сбежать через балкон, но вскоре попался сотрудником полиции. Узнав о происшествии, автор книги Джованни Ночи решил подарить ее вору. «Я бы хотел подарить ему эту книгу», — заявил он. Он же не успел ее дочитать. Смотрите и слушайте новости на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал. Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.